В честь 80-летнего юбилея Мурманского Арктического Государственного Университета в столице Заполярья глава региона поздравил преподавательский состав ВУЗа. Не остались безуслуженных наград и педагогий филиалов МАГУ в Кировске и Апатитах. Подробности далее. В честь 80-летнего юбилея МАГУ преподавательский состав Кировского и Апатитского филиалов был удостоен министерских поощрений регионального и федерального уровней. За значительный вклад в систему образования Мурманской области заместитель директора по учебной работе филиалов в городе Апатиты получила благодарственное письмо губернатора. Свою карьеру Оксана Евстафьева начала еще в 1995 году в кольском филиале ПИТРГУ. В 2016-м продолжила деятельность в МАГУ. За эти годы была проделана большая успешная работа по лицензированию, аккредитации всех направлений. Сегодня здесь обучают по 19 специальностям. В филиале МАГУ мы реализуем более 19 направлений подготовки. Часть из них открылась впервые в 2017-м году, в 2019-м году. Это и направление подготовки по бакалавриату геология, и также специальность физические процессы горного или нефтегазового производства. В этом году мы осуществили набор. А также открыли магистратуру по экологии и природопользованию. То есть это вот три абсолютно новых направления, которые мы реализуем в филиале МАГУ в городе Апатиты. Сегодня в Апатитском филиале МАГУ обучаются около тысячи студентов. Преподавательский состав более 70 человек. Есть четыре учебных корпуса, клуб, библиотека, спортзал. Кстати, спорту в филиале уделяется большое внимание. Геннадий Барашин получил из рук губернатора благодарность за многолетний добросовестный труд, личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов Мурманской области. Старший преподаватель по физическому воспитанию начал работать со студентами более 20 лет назад. Был заведующим кафедрой, гордится студентами, которые на соревнованиях защищают честь города и области, ведут за собой, пропагандируют физкультурные движения. Сожалеет об одном – сокращении сроков обучения. Мне, конечно, жаль, что, допустим, студент обучается четыре года. Четыре года раньше он занимался физкультурой. Сейчас сократили на год. И четвертокусники, они как бы стали отрезаны ломой. Их тяжело куда-то привлечь. Потому что физкультура, когда они здесь, мы с ними занимаемся. Где-то даже заставляем, где-то убеждаем. Четвертый курс выпал из поля зрения. Когда мы говорим, что массовость физкультуры здесь, этот принцип как-то не работает. Анастасия Данилина была отмечена благодарственным письмом губернатора. Преподаватель социологии считает, что сегодня работать сложно, но интересно. У каждого педагога есть несколько специальностей, по которым он обучает студентов. Например, у Анастасии лидерство и команда образования, социология и управления, политические процессы в современном обществе. Современному преподавателю приходится работать в условиях реформы образования. И эта реформа, она подразумевает, что сейчас очень много должно быть интерактивных форм, и ориентация идет на проектное обучение. И, конечно, это заставляет преподавателя постоянно быть в тонусе. Помимо того, что мы обучаем детей, мы постоянно сами обучаемся. Это безграничный рост как самого преподавателя, так и детей в новых условиях, меняющейся России. Мы поздравляем преподавателей и студентов МАГУ с юбилеем. Желаем дальнейшего процветания и развития. Продолжение следует...